Что-то практиковать, когда вы закончили первую ступень, попрактиковали, переходите ко второй, когда закончили семь можете не практиковать ничего, выбирайте для себя коды, которые как вообще нужно практиковать? Вот ваджарный котел, я уверен, что ваджарный котел человек не может его построить на протяжении одного года, и сколько практиковать практике ваджарного котла? Ну, я, человек, который давно занимается эзотерикой, делал это на протяжении, наверное, 4-5 лет, пока не почувствовал эту энергетику. Можно о ней много рассказывать, но почувствовать невозможно. А почувствовать то, о чем говорится в мантре. Условно-эзотерически это звучит так. Савитура это солнце, пусть появится солнце в середине моей груди, и это солнце будет очагом для тех людей, которые находятся вокруг меня и являются моей семьей. Пусть тех людей, которые меня любят, греет это солнце, и пусть сгорят от этих лучей всех, кто меня ненавидит. И видите, какая хорошая мантра? Условно можно сказать, что читая эту мантру, можно сделать так, чтобы близкие вас обожали, и чтобы, если враги появлялись, чтобы они в ваших лучах, вашей добродетели сгорали. Вот такая полезная, красивая и чрезвычайно знаменитая неработающая мантра. А почему неработающая? Она не может работать с человеком, как бы человек ни стремился. Почему? Потому что вокруг него находится зло. И он сам является поклонником зла. Он поклоняется бесконечно истериям, обвинениям, обидам, хитростям, печалям, лжи, зависти, амбициозности, эгоизму, злобе, вредности, обжорству, бесконечным желаниям, алкоголизм, наркомании и так далее. Люди находятся на уровне, дающем. Это плохо? Плохо для человека или хорошо? Нет, это хорошо. Потому что это все рано или поздно должно заставить человека духовно расти. Через заболевание происходит духовный рост. Так, в случае, если тело страдает, истинание тела увеличивается, душа в какой-то момент входит и задерживается. Почему? Я хочу вам открыть секрет. Божественная душа, в которой находится духовность, ей противно находиться в физическом теле, в котором есть бесконечные желания. Есть желание спать, желание, еще что-то. Она связана с высшим духом. Она хочет доброты душевной, она хочет радости жизненной, а это ей, к сожалению, не дает никто. Поэтому появляющиеся болезни, и, конечно, душа не любит тело, потому что тело требует гормонами все время. Дай есть, дай секса, дай обижания, дай зависть, дай еще что-то. Ну и потом душа делает так, чтобы воткнуть, сказать, как ты задолбал орган, как ты задолбала мышца, как ты задолбала. Почему? Бог создал человека исключительно для формирования его духовного роста, для формирования его адвотичности, для формирования его прекрасных черт, радости, жизнью, происходящей и так далее. Люди обычные, как бы им это никто не рассказывал, обычно добиться этого состояния не могут. А если и достигают, то я не верю, потому что я вижу обычно человека по-другому. И глядя на человека, могу сказать, что нет, этого не происходит. Какие основные практики необходимы человеку? Все, что создано в школе Кайлас, все необходимы. Как практиковать? Вам необходимы деньги, вы очень страдаете по поводу того, что вы в нищете. Выберите для себя шумы, коды, мантры. Читайте одну-две недели, одни, потом вторую неделю, другие. Слушайте это. Работайте над тем, чтобы деньги появились в вашей жизни. У вас нет семьи? Вы скачайте семинар, который называется «Обретение семьи». У вас есть дети, с ними проблемы. Семинар, который называется «Общение с детьми» и так далее. Занимайтесь по этому всему. А со ступенями проходите первую до седьмой, хоть за год, хоть за семь лет, как хотите. И практикуйте. Первую прошли, попрактиковали неделю-две. Перешли ко второй, попрактиковали неделю-две. Перешли к третьей. Помимо всего прочего, если вы обычный человек, у вас нет таких целеустремленностей, и стать магом, хотя я бы рекомендовал, это очень интересно, быть необычным человеком. Быть необычным, а чем отличается маг от обычного человека? Магом чрезвычайно ярко везет в жизни. Знаете, я обычно обращаю на это внимание. Что бы я ни сделал, это будет продаваться. Что бы я ни сказал, это хорошо воспринимается. Какая бы гадость ни происходила, это обязательно идет на пользу мне. Особенность такая, я магией занимаюсь давно. И при этом немного времени я посвящаю шумам, кодам и так далее. Я больше работаю для своей школы. Я работаю для того, чтобы у учеников школы была энергия, для того, чтобы у них было везение. Читаю вот эту мантру пи-и-ри-рой-ри-рой, знает инды, что это такое, работаю для индов и так далее. То есть я делаю все для того, чтобы поддержать школу. Как цадик. Цадик поддерживает общину, община поддерживает цадика. Вот в общем-то я в этом направлении, собственно, и работаю. И между обычным человеком и магом есть семь ступеней. КОММЕНТОР 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 КОММЕНТОР